Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. Это слова Владимира Путина из части послания, посвященной экологии. Нашей республике есть над чем работать. Впрочем, начинать с нуля не придется. Ольга Пырочкина подробнее. Это что, какая карточка? Кошалятка. Так. У нас много-много тут разных, да? Куда ее гидать? Сейчас мы узнаем. Маленькая Вика с мамой сортирует мусор. Пока не по-настоящему. Это тематическая игра, которая помогает выработать у молодого поколения россиян привычку разделять отходы. Апельсиновая кожурка. Ам-ам. Апельсинчик съели? Да. И осталась кожурка, да? Да. Ты знаешь, куда это надо? Пищевые отходы. Пищевые отходы. В столичном микрорайоне Новый Город раздельный сбор уже не игра, а реалий жизни. Минувшим летом там установили специальные контейнеры. Как только такие появились во дворе, семья Андреевых стала разделять бытовой мусор. У меня дети, и супруга, и я два ведра складываю. В рамках пилотного проекта региональный оператор закупил 61 оранжевый сетчатый контейнер для бумаги, пластика, стекла и металла. Помимо Новогорода их установили в микрорайоне университет. Следующий шаг. Организация масштабной переработки собранного в Турсерея предприятиями республики. Они войдут в так называемый экотехнопарк. Планируем создать экотехнопарки как комплексы по глубокой переработке отходов и выпуску продукции из вторичных ресурсов. Цель создания экотехнопарков – это, естественно, и сокращение полигонного захоронения, и извлечение вторичных материальных ресурсов. Для районов республики раздельный сбор пока перспектива. А первостепенная задача для села-деревень – сделать так, чтобы вместо оврагов и лесов мусор попадал на полигоны. Еще осенью 2018 года наша республика, одной из первых, перешла на новую систему обращения с отходами. Сейчас продолжается обустройство контейнерных площадок. В итоге к концу 2019 года региональный оператор вывозил отходы из 98% населенных пунктов республики. С оставшимися двумя процентами, а это 40 труднодоступных для мусоровозов деревень, вопрос должен решиться в этом году. Ольга Пырочкина, Республика.